всем всем привет мы продолжаем играть эволюции никогда не заканчивается будем сегодня проходить за пределами устраиваться поудобнее всем приятного просмотра аппетита или спокойной ночи не забывайте подписаться на канал и рекомендовать друзьям берите вкусняшки обязательно закрываетесь укрывайте чтобы не замерзнуть и давайте смотреть есть вы хотите подружить со мной соц сетях ссылочка в описании под видео ну а мы продолжаем сделаем ну как всегда по сути одно созвездие девы у нас еще очень много вообще очень много у девы сколько еще ух ты 8 еще надо ладно у нас тут исследования завершились обязательно у нас собственно здесь нептун напомню давайте вспомним нептун холодная темно-синяя планета которая почти в 30 раз ух ты которая почти в 30 раз дальше от солнца чем земля он делает один оборот вокруг солнца за 164 целых восемьдесятых года нептун единственная планета солнечной системе которой нельзя увидеть земли без телескопа а также самая дальняя планета от солнца так а что ж сильные ветра уже нептун имеет очень высокую метеорологическую активность ярко демонстрируемым большим темным пятном вызванным антициклонным ураганом на этой планете самые сильные стабильные ветра среди всех планет нашей сочной системы достигающей скорости в 1931 километр в час опачки а давайте-ка мы это посмотрим о чем так быстро двигается вот он это пятно давайте остановим мы как раз на нем вот он это пятно окей нет подождите протей 2 по величине луна нептуна названная в честь греческого бога моря способны принять любое обличие считается что тритон и протей были захвачены гравитацией нептуна и образованы образовались не одновременно с планетой и сегодня у нас будет тритон да сегодня второй спутник появится у нас урана то и урана нептуна тритон тритон больше сейчас почитаем про тритон так 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 стоп 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 нептон смотрит а ну да у меня же время замедлилось протей тут в одну сторону ух ты интересно а если чуть побыстрее сделать но не вот так вот и совсем быстро протей туда-сюда ни хрена себе у тритона орбита ладно сделаем потише и на него пасов что ближе не как вот что-то не вижу а вот ну класс на встречу протей вот ушел ладно что нам тритон расскажет тритон самый большой спутник нептуна и один из немногих геологически активных спутников солнечной системы возможно когда-то он был карликовой планеты в поясе койпер прежде чем был захвачен орбиты нептуна но опять смотреть вот блин ну хорошо 3 еще один спутник у нас появился дальше что ничего ну давайте будем потихонечку тогда проходить что есть хватит надеюсь были на гант надейся дальше как называется надейся дальше на ранг выше к листам окей может быть ага на тритон у нас ничего нет ну возвращаемся в самое начало что где мы можем скачнуть ухты гравитацию космической гравитации гравитация одна из фундаментальных сил и ключ к пониманию того как устроена вселенная используя закон ньютона астрономы могут объяснить как формируются звезды планет предсказать их массу и движение а также сделать выводы о существовании темной материи вот ну я и забыл про миссии протеин еще какая миссия почему бы нет так смотрим что мы еще можем здесь кому чего прокачать а хохохохохох давайте церера церера обнаружена в 1801 году была первым астероидом идентифицированными людьми на сегодняшний день это самая маленькая из известных карликовых планет и самый большой объект в поясе астероид ледяные вулканы ледяные вулканы носики воды аммиака и метан вместо магма и расплавленной породы они образуются на холодных лунах и на больших астероидах одним из них является ахуна монс крупнейшая гора на церере здесь у нас что веста второй повлеченный объект в поясе астероидов она имеет асимметричную форму и каменистую поверхность покрытую кратерами каменная протопланета веста имеет много общих черт с планетами земной группы ее называют протопланетой потому что она не выросла до размеров меркурия венеры марса и земли возможно гравитация юпитера остановила ее эволюцию фрагментации множество их ты как много множество небольших астероидов и метеороидов нашей солнечной системы считаются фрагментами весты отколовшимся в результате столкновений в поясе астероидов многие метеориты упавшие на землю когда-то были частью весты так с чем вот что мы тут дальше мы будем ух как всего много любите самая большая планета солнечная система он стоит из водорода и гелий и не имеет твердой поверхности постоянный шторм атмосфере юпитера с 20 полосы и завихрений ух ты как много большое красное пятно это непрекращающийся шторм высокого давления в турбулентной газовой атмосфере юпитера он выглядит большой красный или оранжевый круг на поверхности юпитера шторм настолько велик что у него может поместиться три планеты земля вот вам и все здесь у нас что европа у европы самая гладкая поверхность она за что-то летит ухты у европы самая гладкая поверхность из всех твердых объектов солнечной системы что свидетельствует о возможном жидком океане под ее поверхностью а в сочетании с тонкой кислородной атмосферы это говорит о том что на европе может существовать микроорганизм подземный океан под корой европа находится свой жидкость из-за температуры от минус 160 до 220 градусов поверхность находится заморожен в состоянии но генерируемое притяжением других спутников питера тепло сохраняет подземный океан жидким калиста четвертая галилея луна имеет сильное изрезанные кратерами поверхность это единственный из галилеевых спутников не подвергающийся воздействию высоких уровней радиации что делает калиста потенциальным кандидатом для будущего поселения малое излучение давайте почитаем из-за расстояния между калиста и юпитером она получает меньше излучений чем другие галилеевы луны орбита калиста за пределами радиационного пояса юпитера делать ее намного более безопасным для человеческих экспедиции чем другие спутники в этой системе сильно изрытость кратерами возраст калиста четыре с половиной миллиарда лет что делать одним из самых древних объектов солнечной системы за все время своей жизни она приняла на себя ударом множество небесных тел поверхность это луны почти полностью покрыта кратерами вы серьезно ой 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 а вот кстати от юпитера сонная мощь так хорошо в принципе осталось вот это почитать массы юпитера не позволяет объектам из-за пояса астероидов объединяться в цельную планету на ритация газа гиганты искажает орбит объектов в поясе заставляет сталкиваться друг с другом ну нам к листа еще два надо где-то все набрать это конечно же очень интересно сейчас а что-то летит тихо 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 где-то 2 и 2 2 и 2 еще есть что-нибудь ну дайте мне еще что-нибудь к листа но все равно не хватает все равно не хватает ладно пойдемте нашим динозавриком там тоже много чего интересного сегодня и продолжим тогда сколист конечно сейчас смотреть уже не буду ничего тоже бессмысленно сейчас будет еще одно вымира не собрать единственное мы сейчас почитаем про его раптор раз тут очень много чё появилась его раптор один из самых ранних динозавр жил около 231 228 миллионов лет назад в позднем триасовом периоде этот маленький шустрый всеянный динозавр жил бок о бок с археозаврами протомлекопитающим и другими ранними динозаврами истинно ископаемые его раптор один из самых ранних динозавров в позднем триасе подожжил его раптор только 6 процентов найденных каменелости принадлежат динозавр до начала юрского периода от архозавра до терапсит динозавра были меньшинстве а затем они увеличились в размерах стали доминировать гетеродонтные зубы эораптор обладал гетеродонтными зубами то есть его зубы были подходящим как для употребления мяса так и растительности это означает что эораптор был всеядным что давало им эволюционные преимущества перед исключительными травоядными и тертой ядерными и у нас тут я пытался забыть только чуть потише опять надо сделать но у нас здесь медалька появилась их теозавр она продает ракушки 1 полный череп и тулыш их теозавра были обнаружены в 1812 году братом и сестрой мэри иосифом и иосифом энинг в лайн риджес англия мэри стала выдающимся коллекционером окаменелости и палеонтологом но поскольку она была женщина многие гипотезы оставались непризнанными до ее смерти она стала вдохновителем для рифмы она продает хорошо давайте сделаем еще одно вымирание эх бедные динозаврки я сейчас конечно очень новую что у нас новый появится четыре тысячи девятьсот пятьдесят шесть существ собственно так-то много не миллионы даже не десерт и письмо ну что архиозап прошел все все опять у нее интересное что то есть для нас но перед этим двуногие это существо передвигающиеся на двух ногах в вертикальном положении некоторые динозавры были двуногими включая тиранозавра рекса велоцираптор и гадрозавра прямохождение позволило увеличить скорость и маневренность а по поводу орнестихии что ж нам орнестихии скажут один из двух главных отрядов динозавров в основном травоядные с клювоподобными образованиями их часто называют птицы тазовыми динозаврами поскольку их структура таза схожа с современными птицами характерный пример паразооров лов один из отряда орнестихии утиный клюв некоторые травоядные динозавры имели длинные приплюснутые морды похоже на утиный клюв который идеально подходили для срывания веток и листьев с растений и деревьев так стихозаврик у тебя что а у тебя тоже есть травмогие растительные ядные и кровоядные динозавры знаменитые характерными рядами крупных вертикальных пластин в спине плоские зубы широкие скругленные зубы перетирают растительные волокна в легкоусвояемое состояние и необходимой для травоядной диеты так дальше смотрим что куда выскочил птицаразавр у него тоже все пусто дальше у нас а у тебя что и у тебя ну по максимуму да сколько можно что у нас следующим а вот у него прям полный комплект динозавр динозавр хотя встречаются травоядные их часто называют ящеротазовыми динозаврами так как строение их таза схоже с ящерицей характерный пример цератозавр один из отрядов заврисхии гибкая шея длинная гибкая шея открывает новые точки обзора она появилась у динозавров отряда зауропод и дала им уникальную возможность оборачиваться назад таким образом давая новую защиту от хищников вертикальное положение именно в бедре колени и ноге позволили динозавру встать на задние лапы изменения что позволило бы быстрее бегать и дышать эффективно зауроподы ух, у него прям полный комплект гигантские травоядные с длинными хвостами шеями и маленькими головами зауроподы развили свои характерные шеи чтобы достичь труднодоступных источников пищи таких как листва на верхушках деревьев здесь представлен апатозавр один из вид зауропод быстро сменяющиеся зубы из-за своих огромных размеров зуроподы обладали недюжинным аппетитом чтобы компенсировать износ их широкие тупые зубы выпадали и быстро вырастали новые ну сейчас посмотрим получится у нас 4000 набрать или нет? скорее всего наверное нет но если что продолжим гастролиты это камень проглоченный животным который находится внутри желудочно-кишечного тракта и помогает измельчать пищу для лучшего пищеварения вот так вот так а что ж мы можем дальше тут посмотреть ну по факту уже ничего сейчас будем собирать 4000 я надеюсь соберем чтобы как раз то что мы с вами читали улучшить так смотрим дальше куда что здесь нас понесло о пахица полозала как раз его надо собрать нет ну прям столько много мы не соберем так галимин о ну тут нам еще до конца много о 4000 есть можем гастролит лучше все у нас 10 10 круто археоптерикс археоптерикс а вот теперь тихо стало я обалдею конечно дальше 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 мы идем прохеозаврик динозаврик 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 ну все в стандартном порядке все все динозаврик и что кто ж кто ж кто ж там дальше у нас кто ж у нас дальше игуанодон ну да чем дальше тем меньше уже на динозавр и их телозавр так цинодонты совсем мало а это аэроптор что такое смотрим появился ли новый динозавр да мазазавр появился ух ты мазазавр ух ты красавец мазазавр был массивным водным хищником длиной до 17 метров вот так вот мазазавр вероятно обитал у поверхности океана и охотился на рыб птиц птиц птерозавров плезиозавров и другую добычу меньшего размера который не посчастливилось оказаться на его пути круто круто мы тут добились чего хотели что я сейчас могу сделать прокачать то что указано по заданию все игуанодоны и все археоптеликс хорошо быстренько тогда по 10 x 10 что мы можем все Галинией вот miracles их как много так да sistline спираем потихонечку немного ну Ну и как раз, если все еще с вами будет проще, при этом модели все еще с вами уже все задания поднеждаем. Та не повторяется. Так. Отведем. Сверху залу. Давайте, знаете, что мы с вами проверим? В первичный моделирование отправимся. Сейчас еще раз посмотрим, что у нас там. Ничего ли у нас там не появилось? И вернемся за пределы. Может быть все-таки сможем выполнить задание. Собрать не надо ничего. Удваивать. Так. Здесь все. Ничего нет. Точно ничего не появилось? Прям сверху погнали. Нет. Ничего. Нет. Зозойская долина. Мы здесь всех и все качнули. Обалдеть. Хух. 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 Ладно. Первичное моделирование полностью мы прошли. Я, конечно, надеюсь, что еще что-то появится. А мы давайте вернемся за пределами. Ну что. Мне пришлось чуть-чуть повозиться, конечно же. Ну, необходимое я на правду. Задание на столистов. Все, открыт. Так, смотрим. О, еще мы прошли. Замечательно. Нептун на рамку вышли. Нептуна не хватило. Совсем чуть-чуть. Ну, сейчас попробую. Может быть, получится Нептун прокачать эту миссию брать. А здесь еще фото Тритона. Тритона. Сейчас мы сделаем фото Тритона. Так. Есть. Задание выполнено. Смотрим. На ранг выше Нептун. Ну, давайте подождем. Ну что, друзья. И с Нептуном у нас получилось. Ну, я не думаю, что мы прям все сможем сегодня пройти. На следующей серии, что не удастся. Не удастся. Так. Так, так, так. Сильные ветра улучшаемому. Лучше Луна. На ранг выше Луну сделать. Нет, все. На ранг выше Тритона. Ну, теперь я думаю точно, что все на сегодня. Я с вами... Или нет. Или нет. Или нет. Ну, хотя, может быть, да. Все-таки да. Ну, один круг не надо сделать. Давай, давай. Что-то он нам подошел. Ну, а с Луной у нас точно сегодня все. И я сегодня сегодня с вами прощаюсь. До новых встреч. Не грустите. Не болейте. Всем пока.